Привет, я Женя, а это одно из самых провальных видео на YouTube, трейлер игры Call of Duty. В это трудно поверить, но ролик собрал более трех миллионов дизлайков. Пользователям почему-то не нравится, что в научно-фантастическом сеттинге используется тема сражений. Что ж, в нашем сегодняшнем выпуске раздражающих трейлеров игр не будет, обещаю. Зато будет много всего интересного, так что оставайтесь со мной и узнаете. Как научиться играть на фортепьяно, не посещая музыкальную школу? Зачем детям интерактивное пижама и постельное белье? Что общего между Киану Ривзом и виртуальной реальности? И какая игра названа самой жуткой и страшной в истории человечества? Ура, ура, ура! Наконец-то вышла Resident Evil 7 для PlayStation VR. Уже продано 2,5 миллиона копий, при этом 62 тысячи игроков поиграли в новинку виртуально. Честно говоря, они настоящие смельчаки, ведь игру уже успели назвать самой ужасной в истории игр. Обитель зла оказалась даже страшнее, чем все думали. Многие признали, что не смогли пройти ее со шлемом на голове и со страхом включали обычный режим. Назвали игру самой страшной и жуткой не только геймеры, но и критики. Некоторым она даже показалась местами отвратительной. Во всяком случае, блогер Payset написал, что может иногда и преувеличивать свою реакцию, но играя в обитель зла, чуть реально не получил инфаркт. И, кстати, о тошноте. Некоторые игроки жалуются, что игра укачивает, особенно те, кто с вестибулярным аппаратом дружит не очень. Тем не менее, игра уже претендует на статус самой обсуждаемой и самой лучшей игры 2016 года. Стоит жестокая забава около 4 399 рублей. Тем временем, Microsoft HoloLens не могут похвастаться такими успехами в продажах. Легендарные очки дополненной реальности пока купили лишь тысячи, но компания не расстраивается. Скорее всего, дело в цене 3000 долларов США. Не все готовы заплатить такую сумму за модную новинку. Поэтому продажи небольшие, всего несколько тысяч экземпляров. Но Microsoft уверяет, что такой уровень их вполне устраивает. Тем более, гаджет больше рассчитан для бизнеса и покупателей в основном компании и разработчики. Также руководство уверено, в скором времени презентации с использованием Microsoft HoloLens станут бизнес-трендом. А старые инструменты в виде графиков и досок будут говорить о низком уровне компании. Впрочем, японское отделение Microsoft уверено, что их очки дополненной реальности будут полезны не только бизнесменам, но и тем, кто, например, хочет чему-нибудь научиться, например, музыке. Если игра на пианино вызывает у вас примерно такие эмоции, то есть решение вопроса новое приложение Teomirn. Оно показывает пользователю, куда надо нажимать, проецируя полоски на клавиши. О следующей ноте программа предупреждает заранее, поэтому ученик может не торопиться и как следует изучить композицию. Также можно выбрать скорость воспроизведения и трек. Пока программа предлагает только японские музыкальные композиции, но в будущем плейлист должен пополниться и зарубежной музыкой. На данный момент Teomirn еще находится на стадии разработки. Точная дата релиза пока неизвестна, но, скорее всего, оно станет доступным в этом году. Кстати, такого плана приложения просто находка для детей. Но если они далеки от музыки, вот вам еще игры дополненной реальности, которые не только развлекают, но и обучают детишек. Появилось приложение Osmo, которое использует дополненную реальность как бы наоборот. Ребенок совершает действия с фишками в реальном мире, а планшет сканирует их и выдает на своем экране интерактивное изображение. Разработчики Osmo сделали такую игру, чтобы оптимизировать обучение детей при помощи современных гаджетов. Ребенок продолжает познавать мир при помощи планшета, но в то же время развивает моторик рук, нажимая на реальные картонные кубики, картинки и цифры. Особенно удалась игра шедевр. На экране отображается картина, которую вы хотите нарисовать, и поверх нее видно изображение вашей руки с ручкой на реальной бумаге. Остается просто обвести контур и похвастаться идеальным рисунком. Такая игра полезна не только для детей, но и для взрослых, которые, к примеру, хотят удивить друзей портретом. Стоит Osmo примерно 100-200 долларов. И еще пару виртуальных новинок для детей. Кроме обучающих игр, для них придумали интерактивное постельное белье и пижаму, которая рассказывает сказки. Ну, это, видимо, для совсем ленивых родителей. Уложить детей спать, как известно, задача не из легких. Видимо, поэтому и появилось специальное постельное белье Tilt Spintails, которое сделает процесс засыпания намного увлекательнее и интереснее. В данном белье используется технология дополненной реальности. Достаточно навести смартфон на рисунки, и белье буквально оживает, демонстрируя мультики. Стоит все это великолепие примерно 100 долларов. Ну, а для тех родителей, что хотят читать детям сказки, но не умеют, есть еще и специальная пижама для детей SmartPGS. На ней тоже нанесены коды, которые активизируются приложением на смартфоне. На данный момент пижама читает 50 сказок и сопровождает их иллюстрациями чудеса, да и только. Единственный минус и белья, и пижамы – стирать и гладить их следует очень аккуратно. Если дети не хотят ложиться спать даже с такими супергаджетами и страдают гиперактивностью, да и вам самим лишнюю энергию девать некуда, то предлагаю вашему вниманию новую игру – виртуальный бокс. Пять минут геймплея и почувствуйте себя, как выжатый лимон. В Alve Studios и Grub Games на днях представили новую игру к Knockout League для тех, кто любит побоксировать. Игра очень энергозатратная, так как там придется все время махать руками, избивая виртуальных соперников. Среди них пока четыре мультяшки, так как игра находится в раннем доступе. В будущем персонажей будет намного больше, и онлайн-режим тоже должен появиться. Сейчас игру можно скачать за 377 рублей с 10% скидкой на портале Steam. И что самое главное, она абсолютно безопасная, в отличие от реальных боксерских тренировок. Скоро состоится релиз и еще одной игры, в которую придется изрядно попотеть. Причем создала ее сама кинокомпания Lionsgate и в главных ролях шутера Киану Ривз. Заинтриговала? Смотрите далее. Известная шведская студия Starbreeze и легендарная киностудия Lionsgate решили создать VR-проект, приуроченный к выходу новой части боевика John Wick 2 с Киану Ривзом. Специально для этого фильма Киану Ривз прошел обучение разным приемам у бывших бойцов спецназа. Как и в кино, в игре John Wick Chronicles пользователю придется сражаться с жестокими киллерами. Это шутер от первого лица специально для виртуального шлема HTC Vive. Премьера игры состоится вместе с фильмом 9 февраля. Что ж, остается надеяться, что виртуальный Джон будет такой же крутой, как и реальный. Ну а это новость специально для тех, кто к играм равнодушен, зато любит всякие красивые виртуальные видео и рисунки. Шедевр от студии Oculus мультфильм Dear Angelica наконец-то доступен для скачивания. Целый год студия Oculus работала над созданием виртуального мультфильма «Дорогая Анжелика». Анимационный фильм был создан при помощи программы виртуального рисования под названием Quill. В мультфильме рассказывается о девочке-подростке, которая вспоминает про сказки, которые рассказывала мама. Сейчас, после многочисленных трейлеров и тизеров, фильм наконец-то стал доступен для скачивания. Самое приятное, что он абсолютно бесплатный и весит всего 3 гигабайта. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И будет у вас всегда хорошее настроение, интересная тема для бесед и куча игр в вишлисте. Пока! Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше интересных выпусков новостей от 3DWR. Субтитры сделал DimaTorzok